Здравствуйте! С вами Проба Пива и я, Иван Балтик. Сегодня у нас на Пробе, опять-таки, продукция местных тельцов-пивоваров. Ну, после полных процедур захотелось принять пивка, ну а заодно и сделать новый выпуск. Для этого я взял светленького пива, живого, нефильтрованного, с громким названием. Можете почитать подарок. Адмир Раул Кузнецов. Вот такое громкое пиво. Производит его у нас в городе Архангельске, опять-таки, ООО Пивная Компания. Чью-продукцию под названием «Хмельная субмарина» мы уже отметили в прошлом выпуске. Это тоже светлое, нефильтрованное, не пистеризованное пиво. Состав его традиционен. Солод ячменный светлый, хмель, вода, дрожжи и ячменный карамельный солод. Добавка карамельного солода, ну, наверное, призвана, чтобы чуть-чуть изменить вкус. Экстрактивность начального субмарина 12%, объемная доля спирта 4-5%. Изготовлена там в соответствии с ГОСТом, тыры-пыры, нельзя то, нельзя сё, женщинам беременным и прочим-прочим-прочим. Пиво оригинальное «Францис Премиум Бир» написано. Вот такая вот еще вот штучка сделана. Вот, выпускается в этот раз вот в таком кулечке фирменном, что, конечно же, интересно, что кулечек можно будет сам использовать. Литрушечка. Стандартная обычная бутылочка-литрушечка. Выпущена была 13-го, 4-го, 17-го. В принципе, срок годности еще не вышел. 15 суток со дня даты возле. Что ж, самое интересное, конечно же, в этом пиве, вот это вот название, такой интересный пакетик. «Адмирал Кузнецов». Ой, конечно, название громкое, но вряд ли оно соответствует этому напитку. Потому что, как мне кажется, что в таких сортах нужно что-то все-таки по оригинальному рецепту, а не просто обычное светлое, которое практически совпадает с продукцией других 90 с лишним процентов пивоваров. Ну что ж, что сварено, то сварено. Не мы варили, но нам пробовать. Поэтому мы берем бутылочку. Пиво действительно у нас нефильтрованное, мутное. Внизу есть осадок от дрожжей, он здесь образовался. Что ж, посмотрим, как оно себя поведет и насколько будет у нас «Адмирал Кузнецов». Открываем пробку. Пробка, блин, турацкая немножко, заклинивает. Наливаем. В этот раз попробуем налить не так сильно. Ну вот способ налива изменил, и пена уже гораздо меньше. А пены-то почти и не видно. То есть пузыри выходят, а пенки... Вот я что-то не наблюдаю. Либо я так наливаю, но либо этот сорт не хочет виниться. Пиво мутное, совсем мутное. Но немножко оттенок янтария есть чуть-чуть. Наверное, все-таки добавка ячменного сода чуть-чуть повлияла на цвет пива. Ну попробуем. Совершенно обычное пиво, светлое, которое продается, дай бог, наверное, практически в каждых точках по продаже пива. Только под разными названиями от разных производителей. То есть типовой рецепт. Кромерности особо не чувствуется. Газация пива слабенькая почему-то. Ну вот, может, из-за этого пены не было. Ну что ж, как я и ожидал. На поверху Адмирал оказался не совсем Адмирал. И не совсем Кузнецов. Кроме, пожалуй, этикеточки данное пиво ничем не выделяется. Из туевой кучи местных сортов. Если брать, то только ради этикетки. И галочки, что попробовал новое оригинальное пиво от местных производителей. С вами была проба пива. Оценку я ставить не буду. Потому что это пиво, на мой взгляд, лучше оставить без нее. Для фанатов. Еще раз. До следующих встреч. С вами был Иван Балтиков. И проба пива.